Спасибо, что остаетесь вместе с нами в прямом эфире телеканала 24KZ, информационно-аналитическая программа Prime Time. Уже послезавтра в стране стартует новая ипотечная программа ОТАУ, анонсированная как 9-20-25. Годовая эффективная ставка вознаграждения составит не менее 9%, первоначальный взнос 20%, срок кредитования 19 лет. Но сколько казахстанцев смогут принять участие? Какую сумму займа можно получить на покупку заветных квадратных метров? И не вызовет ли этот запуск программы рост цены на рынке? На эти вопросы сегодня нам попытается ответить экономический обозреватель нашей программы Анель Едель-Казе, она уже у нас в студии. Анель, добрый вечер. Ну действительно, что нам ждать от этой программы? Самый главный вопрос, который возникает, не вызовет ли это очередной строительный бум и повышение цен на рынке? Добрый вечер, Илья. Да, прием заявок на участие в новой ипотечной программе продлится до 30 апреля, а после на сайте от Басы Банка будет сформирован автоматический список участников. Максимальная сумма займа в Алматы и Астане составит до 30 миллионов тенге. При этом в мегаполисах страны и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией казахстанской жилищной компании. Жители остальных регионов смогут получить до 18 миллионов тенге, но там есть право на приобретение любого жилья. Обо всем по порядку в обзоре. Ежегодное финансирование программы ОТАУ составит 150 миллиардов тенге. Это будут собственные средства от Пасы Банка и заимствованные на казахстанском финансовом рынке деньги. За 7 лет программы свои заветные квадратные метры приобрести смогут 50 тысяч граждан. Принять участие в программе смогут действующие вкладчики от Басы Банка, имеющие депозит со сроком не менее 18 месяцев, а также те, у кого минимальная сумма накоплений на сберегательном счете превышает миллион тенге. При рассмотрении заявки также будут учитывать и факт отсутствия жилья в течение последних пяти лет. Возраст участника должен быть от 18 до 63 лет включительно. После завершения приема заявок будет сформирован список участников, набравших больше всего баллов. К примеру, за размер вознаграждения по вкладу засчитывается 5 баллов за каждые тысячи тенге. За срок вклада 5 баллов за каждый год действия. За наличие зарегистрированного брака 10 баллов. За наличие детей 50 баллов вне зависимости от их числа. В целом программа УТАУ ориентирована на обеспечение жильем работающей молодежи, молодых семей, вкладчиков от Басы Банка. Это значит, что ежегодно больше половины займов будет выделяться на доступное кредитование казахстанцев в возрасте до 35 лет включительно. Между тем, по словам экспертов, значительного роста цен запуск программы не вызовет. И на это есть причины. По двум причинам. Первая причина – это недостаточный объем. По ней смогут участвовать только около 8 тысяч семей. То есть там общий объем программы около 200 миллиардов в тенге. Этого мало, потому что последний раз, когда 7-20-25 работала в полную силу в позапрошлом году, она за год съела более 500 миллиардов в тенге. То есть спрос у нас выше. С тех пор цены на жилье подросли. Второй фактор – это ставка в 9%. Все-таки, когда было 7-20-25, у нас и инфляция была близкая к 15-16%. И ставка базовая была выше. А значит, и коммерческая ипотека тогда была 18-20%. Сейчас за это время базовая ставка понизилась. Нацбанк ее понижает пятый раз подряд. Это влияет на коммерческую ипотеку. Она стала выгоднее 16-18%. Плюс сама льготная ипотека стала не 7, а 9. Таков обзор на сегодня. Илья, не планируете приобрести жилье по возрасту? Проходите по программе. Спасибо большое, что вы это подчеркнули, особенно мой возраст. Слава Богу, давно я решил свой же личный вопрос. Но тем не менее, информация очень полезная. Как мы регулярно затрагиваем в этой программе. Это очень важный социальный вопрос и социальные задачи государства в этом плане. Спасибо большое. Это была Анель Едель-Козе с ее главной цифрой. Ну а мы продолжаем. Анель Едель-Козе с ее главной цифрой.